Так или иначе, но все неудачи хочется скорее забыть. И именно с весной, к которой мы сейчас приближаемся, все-таки связывают всегда добрые надежды. Чувствуете, чувствуете! Она идет к нам! Она уже пришла к нам! Вот она весна! Здравствуйте, здравствуйте! Весна – это пробуждение, цветы, любовь. Но вот март нас не всегда радовал. Все-таки хочется начать с приятного. Помните, как губернатор осваивал в марте лыжи? А еще в марте мэр Владимир Шарипов вышел вместе с болельщиками текстильщика расчищать от снега стадион текстильщик. А Ивановец Егор Пешков стал победителем чемпионата по кикбоксингу. А еще, между прочим, именно в марте в Антарктиде появился логотип «Барса». Установил его Ивановец, который больше 10 месяцев провел на станции «Восток». Но март приносил не только добрые вести. А теперь о серьезном. Начнем с самой громкой трагедии. 31 марта на 20-летнюю Настю Нажиму врухнул кусок фасада создания политеха. Девушка погибла. Все 8 месяцев мы следим за этой историей. И все это время в нашу редакцию приходят звонки. Звоночки. Да по всему городу опасно ходить. Штукатурка сыпется, фасады трещат, сосульки падают. Недалеко до новой беды. Роковой для Насти вечер. Шокирующие кадры в самом центре города. Девушка шла на остановку. До дома она не доехала. На нее рухнуло полтонны кирпичей. В трагедии следователи обвинили завхоза политеха Сергея Хализова. Статья «Халатность», повлекшая по неосторожности смерть человека. Мать погибшей Насти Галина Нажимова добивается, чтобы к ответственности привлекли и ректора вуза Евгения Румянцева, и проректора Елену Никифорову. Именно она контролировала работу завхоза. А он, как оказалось, докладывал о состоянии здания, но устно бумаг не писал. Огородить, там сеткой здания сделать, чтобы люди не страдали, что в результате погибла моя дочь. Если бы этого не было, она была вжива. Расследование этого дела завершено, но после нашего последнего декабрьского сюжета глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Ивановским подчиненным повторно доложить об этом деле. По всей видимости, доложили, дело ушло в суд. А пока рядом с местом трагедии появился пешеходный переход. Кстати, сразу после нашего сюжета. В марте же суд начал рассматривать уникальное дело. На скамье подсудимых 29 человек. Всех обвиняют в незаконной рубке леса. Вот это масштабы. Дело рассматривает суд Ивановского района, а проходит заседание в здании областного. Только там места хватило на всех. Этих людей обвиняют в том, что с октября 16 по август 17 годов они незаконно вырубали леса Ивановского района. Ущерб насчитывают в 35 миллионов рублей. Поймать черных лесорубов долго не получалось, поскольку в сообществе были четко распределены обязанности. Фигуранты использовали радиостанции, по которым передавали информацию о появлении вблизи лесозаготовок посторонних. Погрузку и перегрузку незаконно заготовленной древесины осуществляли вечером или ночью. Сбывали лес по подложным документам предприятиям региона. Именно это и будут доказывать правоохранители. Еще о судах, обвинениях и наказаниях. 4 марта под подписку о невыезде отпущен бывший замгубернатора Дмитрий Куликов. Фигура не самая яркая на политическом олимпе, заметна как раз уголовным делом и его противоположными решениями. Если коротко, в июле 2019 года первого заместителя губернатора Дмитрия Куликова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Назначили штраф почти 4 миллиона. Виновным он был признан по двум эпизодам. Мошенничество в крупном размере, а именно получение от бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова пяти миллионов рублей за содействие в установке бизнесменам павильонов на остановках транспорта. А также взятка. Речь о внедорожнике Volkswagen Touareg. Этот процесс мы много освещали. Наглашали показания всех фигурантов, свидетелей с громкими фамилиями Конькова, Мамедова, Гущина, Кузьмичева, Сверчкова. Демонстрировали аудиозапись давления следователя на свидетеля. Куликов вину не признавал. Через 7 месяцев коллеги Ивановского областного суда отменила приговор в части осуждения за получение взятки. По этой статье дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Почти через год судом отменен и приговор по обвинению в мошенничестве. Спасибо, что живой. Такой девиз придумали дети, которые в марте отдыхали в лагере Игнатовский Фурмановского района. Некоторым мальчикам и девочкам потребовались всего сутки, чтобы попросить родителей забрать их домой. Со спокойной душой мамы и папы отправили сюда детей. Отдохнут, здоровье поправят. Как сразу получили сообщение. В комнатах стужа, кровати и туалеты сломаны. Еда холодная. Конечно, не пять звезд, как и всегда, в лагерях комментировали одни. Не человеческие условия писали другие. Не один час мы провели у забора лагеря, но внутрь нас так и не пустили. Пустили прокуратуру, и она нашла много нарушений. И даже требовала приостановить деятельность учреждения до полного их устранения. Лагерь продолжал работать. Работает и сейчас. Родители гадают, как же с базой отдыха в таком состоянии заключили госконтракт. Представители соцзащиты не скрывают, большинство лагерей старые в похожем состоянии. Выживают, как могут, но там все безопасно. Выход один – родителям самим решать, подходят их детям условия или нет. В конце марта город продал Евгороэлектросеть. Ее за миллиард купил филиал группы компаний Россети. Вопросов у ивановцев было много. Изменится ли тариф и сократят ли людей? Нет и нет, отвечали новые владельцы, но вышло не совсем так. В середине ноября в нашу телекомпанию начали поступать анонимные сигналы. На горсети начались массовые увольнения. Тогда директор уверял – это не так. Да, конечно, бывают случаи, у нас люди уходят по собственному желанию. Таких сотрудников за последние полгода было немного. Это нормальная ситуация. Что касается квалифицированного персонала, который работает на нашем предприятии, мы предпринимаем все усилия для его сохранения. Точно вам могу сказать, что у производственного персонала зарплата точно не уменьшится. Впрочем, после этой истории увольнение было. Самого директора Острика назначен новый руководитель, бывший главный инженер Андрей Ухтин. Из плюсов, которые называют «Пауэр-Осети», в этом году организовано дополнительное освещение на улицах Иваново. Охват освещенности увеличен в 70% почти до 100%. Открыт высокотехнологичный центр мониторинга уличного освещения, который позволяет в режиме реального времени контролировать его качество и оперативно реагировать на жалобы жителей. Ну и елка на площади Пушкина – это подарок компании. В марте же в регион поступили полторы тысячи терминалов для оплаты проезда льготников. Для этого они должны были оформить банковскую карту «Мир» со статусом транспортной карты. Терминалы бесплатно передали перевозчикам, и до 5 апреля им нужно было освоить оборудование. Получилось ли? Апрель. Что скажешь? Оп, поймала. Всем здравствуйте и с наступающим. Ну что я скажу, новые терминалы ввели, как и новую оплату льготного проезда – карту «Мир». Правда, как это бывает с нововведениями, случаются неполадки. Редактор субтитров А.Семкин